Яркие новости культуры, подробный рассказ о необычных проектах, эксклюзивные интервью с талантливыми людьми. Все это в программе «Сей Юн» на телеканале «Север». 85-летие Ниньского округа отметят с масштабом. Сентябрь для жителей региона будет насыщенным культурными событиями. Организаторы обещают, интересно будет всем. Мероприятия постарались подобрать для аудитории разных возрастов и интересов. В начале осени Наринмар будет принимать первый фестиваль «Дни высокой музыки» в Арктике. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля – известный скрипач Дмитрий Коган. В Ниньский округ он приезжал в апреле этого года. Тогда же и приняли решение о проведении «Дней высокой музыки» в Наринмаре. Откроют фестиваль классики 2 сентября в 19 часов. На большой сцене культурно-делового центра выступят профессионалы мирового уровня. Заслуженный артист России Дмитрий Коган, солист Большого театра Максим Пастер и солист Мариинского театра Лариса Юдина. В сопровождении камерного оркестра «Московская камерата». На следующий день, 3 сентября, Максим Пастер и Лариса Юдина проведут творческие встречи. А вечером состоится сольный концерт пианиста Алексея Курбатова. Кроме того, артисты организуют мастер-классы для учащихся детских школ искусств. Завершится фестиваль 5 сентября вечером скрипичной музыки в исполнении Виктора Абрамяна, преподавателя Государственной классической академии. Недорогие билеты 100 рублей, они имеют символическую цену. И мы надеемся, что жители будут неравнодушны к этому мероприятию еще и потому, что все собранные средства от этого фестиваля будут направлены на помощь беженцам с Украины. На следующий день после завершения фестиваля в округ приедут представители другого искусства. Наш регион включен в программу «Большие гастроли. Театральное лето. Россия-2014». И Нинецкий, это новый округ у нас, правда, небольшой, но тоже участвуем. К нам приедут представители Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина из Москвы, которые будут проводить здесь образовательные лекции, беседы о театральном искусстве. Первая лекция пройдет 6 сентября. На ней актеры расскажут о своей профессии и приоткроют тайны мира за кулиси. Юбилей региона совпадает еще с одной значимой датой для Нинецкого округа – 515-летием первого города Заполярье. С 18 по 20 сентября в Наринмаре проведут научно-практическую конференцию «Пустозерск и русская Арктика. История, культура и современность». Прослушав курс лекций от исследователей севера из Петербурга, Москвы, Перми и Сыктывкара, жители округа смогут в прямом смысле коснуться истории. Практикум проведет известный археолог, который сегодня работает в городище. «Будет возможность у каждого желающего познакомиться, узнать о том, что такое археологические работы, как они проводятся и, может быть, даже поучаствовать, помочь, значит, либо в засыпке раскопа, либо будут показывать, как зачищать стенки». Также в Пустозерске торжественно откроют обелиск ушедшим на фронт. Как сообщают в управлении культуры города, облик Наринмара тоже ждут перемены. «Приближается дата 70-летия Победы на следующий год. И вот в рамках подготовки и к юбилею округа, к юбилею Победы были запланированы, сейчас начинаются работы по ремонту памятников, посвященных теме Великой Отечественной войны. Это и обелиск Победы, это и памятник буксированному теплоходу «Комсомолец», и благоустройство территорий возле Алена транспорта, батальона памятника и портейкам Наринмара». Пик празднования придется на 21 сентября. Вместо традиционного дня города на площади пройдут народные гуляния, посвященные 85-летию Ниньского округа. Праздничная программа рассчитана на весь день. Для жителей округа проведут концерт, организуют детские конкурсы и выездную торговлю. Завершится праздник салютом. Подробную программу празднования 85-летия Ниньского округа можете узнать на нашем сайте. Что таит в себе древнее святилище «Усть-Полуй», узнали наши коллеги с Ямала. Вместе с опытными учеными они испытали на себе трудности и радости археологии. Лопата здесь используется только на начальном этапе погружения в прошлое. Слишком тонкий и крупный культурный слой. Поэтому археологи используют мастерки, совки и даже кисточки. Копать приходится в полусогнутом состоянии, отчего быстро затекает спина. Но физическая усталость – не главная сложность на раскопках. Каждый день нас спрашивают, золото ищите? И удивляются, что мы начинаем уже грубить в ответ. Когда тебя за день пять раз спросят про золото, уже хочется вылезти и укусить кого-нибудь. Невзирая на трудности, археологи редко отвлекаются от раскопа и уходят отдыхать. Слишком велик интерес. А на этом памятнике «Усть-Полуй» сотни и тысячи загадок. Потому он так влечет исследователей. В первое время мы радовались даже кусочку керамики или какой-то косточки. Но потом это стало уже для нас обыденной находкой. Ну, в первый год что мы такого интересного находили? Мы нашли бронзового человечка. Очень интересного. Желание найти что-то уникальное здесь оправдывается с лихвой. На святилище хорошо сохранились останки древних костровищ, вокруг которых почти две тысячи лет назад люди совершали обряды и что-то мастерили. «Усть-Полуй» отличает большая концентрация древних артефактов из бронзы, кости и дерева высочайшего художественного уровня. «То количество произведений древнего искусства, которое здесь имеется, ну это, мягко говоря, это эрмитаж древности. Я даже не знаю, третиковка, с чем это сравнить». В этом году исследователи обнаружили фрагменты деревянного настила и нашли уникальные предметы. Орудия труда, ложки с головами животных, бронзовые фигурки ритуального назначения. Из особо ценных и удивительных – костяная сова, миниатюрная и изящная. Все предметы единичные, повторов практически не бывает. Тем и отличается один полевой сезон от другого. Кстати, этот уже завершился. «С одной стороны, это некоторое облегчение, можно выдохнуть от напряженного этапа работы. С другой стороны, ощущение очень быстрого прохождения, как раз периода раскопа, поскольку подготовка занимает, пожалуй, больше времени, чем сами раскопки. Поэтому, с одной стороны, и радость, с другой стороны, некоторая тоска, что полевой сезон завершается». «Зимой вы скучаете по раскопкам?» «Особенно к весне». Осень и зиму археологи посвятят составлению отчета, описанию и систематизации находок. А к весне снова начнут видеть устполузские сны и собираться на раскопки. Дело это сложное, но удивительно интересное. Межрегиональный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня-2014» пройдет в Архангельске 6 и 7 декабря. Фестиваль проводится четвертый раз и уже стал творческой площадкой как для начинающих авторов, так и для выступления профессионалов. На конкурс принимаются работы различных жанров – документальные, игровые, телевизионные, художественные фильмы, телепрограммы и репортажи. Участникам предлагают представить свои работы в основных номинациях «Земля наш общий дом», «Душа народная», «Просто о главном» – «Русский север территория дружбы». В этом году одним из главных направлений станет укрепление межнационального согласия, развитие толерантности, пропаганды общекультурных ценностей. Тема четвертого фестиваля «Вместе в будущее». Кино и телеработы принимаются до 20 ноября 2014 года. 56 лет назад, 18 августа, в США вышло первое издание скандально известного романа Владимира Набокова «Лолита». Первоначально американские издательства, ознакомившись с его содержанием, отказались публиковать произведения. Поэтому впервые «Лолита» была издана во Франции, в Олимпия Пресс. Практически сразу роман стал объектом громких скандалов и разбирательств, попал под запрет во Франции и Великобритании. Эти факты вместе с немыслимым, шокирующим сюжетом книги стали главными причинами фантастического успеха Лолиты. Набоков напрасно опасался, что публикация романа будет иметь отрицательные последствия для его репутации. Лолита принесла ему мировую известность и доход, позволивший переехать в Швейцарию. 75 лет назад, 19 августа, во Франции впервые был представлен способ получения дагеротипов. На заседании Академии наук и изящных искусств Луи Даггер продемонстрировал новый способ получения изображений. 21 августа Винни-Пуху исполнилось 93 года. В этот день писатель Аллан Милн подарил своему сыну Кристоферу Робину плюшевого медведя. Сказка про Винни-Пуха появилась из устных рассказов и игр отца с сыном. А основные действующие в ней персонажи, кроме совы и кролика, это реальные игрушки Кристофера Робина. В настоящее время они хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке, кроме крошки Ру, который был утерян. Первая книга о приключениях Винни-Пуха вышла уже 14 октября 1926 года. Эту дату также иногда считают днем рождения одного из самых популярных героев детской литературы 20 века. В России книга широко известна благодаря переводу Бориса Захадера и фильмам, созданным студией «Союзмультфильм». Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Чао!